Если это случится, у меня, наверное, крылья выросли. У меня уже нет, а икона стала чудотворной. По преданию, первым среди художников этого направления был сам апостол Лука. Кстати, считается, что они должны иметь не только таланты, специальные навыки, но и особое духовное состояние. Осознают ли эти люди свою уникальную особенность? Я просто человек, который пишет иконы. Это наивное малярство. Перешло плавно в иконопись. Хатные иконы, образы. То есть раньше считалось, что если икона – это в храме, в церквях, то в хатах, в домах стояли образы. И образы писались богомазами или малярами. У кого есть талант, кто мог написать что-то как-то, какой-то цветочек, какое-то лицо, обязательно писал иконы, образы. Украинские образы во многом не соответствовали канонической иконописи. Ольга объясняет причину. Большинство маляров не имели специального образования и писали иконы скорее интуитивно. Кто как мог, на чем мог, то писал. И писали на стекле, масляными красками. Это пришло еще с Византии к нам вместе с христианством в Киевскую Русь. Так оно и закрепилось у нас. Существует множество разнообразных техник создания икон. Живописные и вышитые, литые или резные, печатные. Самыми распространенными считаются масляные иконы на дереве. Для такой иконы нужно тщательно заготавливать доску и краски, иметь отточенное мастерство написания. Если изделие невзначай повреждается, то его достаточно сложно восстанавливать. Печь топилась, свеча горела, они коптились. А стеклянные протерли, они опять светятся. Опять красиво и замечательно. Деревянная икона пишется месяца полтора, делится опытом Ольга. А вот стеклянную икону можно написать по технологии дней за 10. И это с учетом высыхания масляной краски. Если, допустим, акварель или темпера, то дольше, потому что акварель должна 12 часов просохнуть каждый слой, чтобы не тянуть в предыдущий. Кто минералами пишет, совсем другие сроки. То есть все зависит от того, от выбора композиции, от выбора иконы и от материала, которым ты будешь писать, то икону. Когда икону пишут для храма, на заказ, иконописцу остается только отыскать канонический образ и списать с него основные черты. Но как поступать, если мастер сам садится за работу? Я считаю, что это высший пилотаж, если человек сам, иконописец, начинает писать иконы. Это здорово. Нам в школе говорили, что не вы выбираете, вас выбирает. То есть я так понимаю, вот пришло желание, захотелось и пишется. И я очень волнуюсь, когда начинаю писать иконы. Картины нет. Для кого-то это святой образ, это обращение через эти образа к Богу. Для кого-то это произведение искусства. Не знаю, у меня как-то это сложилось одно в целое. Возникает неизбежный вопрос. Почему в таком традиционном искусстве, как иконопись, художники не всегда придерживаются установленных норм? Образы одних и тех же святых могут, например, иметь национальные черты разных народов. Каждый народ хочет, чтобы святые были ближе, наверное, к ним. Может быть, не знаю, может быть, как-то немножко их не... Каждый пишет по-своему, но у каждого своя шубашка ближе к телу. Каждый, кстати, икону выбирает, похожие на него уже. Ну, наверное, это с чем-то как-то связано так же самое, что мы смотрим на себя в зеркало, и хотим, и не хотим, и выбираем похожие на себя. Икону, как и любую картину, можно видеть, интерпретировать по-разному. Существуют даже отдельные сюжетные ходы. Ход в Иерусалим. Что мы видим? Мы видим Иисуса Христа на услике, мы видим толпу людей, мы видим город, пальмы. Люди на пальмах сидят, люди одежды подстилают. То есть мы это видим, но мы можем это и рассказать. Любая икона – это рассказ. Написанная Ольга иконой обязательно уходит к людям. Многие заказывают их на памятное событие. Кому-то художница дарит сама. Но всегда интересна история создания и пути первой работы. Это была самая первая икона, писанная на стекле мною. Конечно, сегодня я ее увидела, давно не видела. Немножко по-другому сейчас уже написала. Но на тот момент это было, и я была очень счастлива, что она у меня получилась, и я отнесла в церковь. Рисовать Ольга любила с детства. Но пять лет назад, узнав об иконописи, решила попробовать именно это направление в творчестве. Закончила иконописную школу и поняла, что традиционная изография не совсем подходит для творческой самореализации. Там такие иконы, они аскетичные. Они такие правильные, худенькие, бледненькие. И увидела наши в книге, увидела, начала интересоваться, начала смотреть, читать. Как-то это все, оно все переплеталось, одно за другое тянулось. У нас есть каноны, и чем бы они ни отличались, они обязательно должны соблюдать каноны. Вот кроме наших, хатних образов, там не всегда каноны соблюдались, будем говорить честно. Потому что, допустим, если Дева Мария, она обязательно должна была быть бордовым-красным, обязательно зеленый или голубой, или синяя должно быть. Иисус точно так же обязательно что-то бордовое было, потому что это свет Девы Марии. Приступая к написанию иконы, мастер должен подготовить не только материал, на котором будет писать, но и ему самому нужно духовно подготовиться к этому удивительному действу. Приступать к иконе, все равно писать, вышивать, вырезать, надо брать благословение. Вот у батюшки взять благословение, споведаться и причаститься. Раньше иконописцы должны были вставать в 6 утра, править молитву, не пить, не сквернословить. И писали до 12 дня, потому что самый лучший свет, все остальное была подготовка. А сейчас, ну, сейчас немножко другое время. Какой должен быть иконописец? Сказать, что он должен быть правильным, честным? Да каждый человек должен быть честным. Я не знаю, должен ли он быть скромным. Хвостовство само по себе не очень хорошая черта. Но говорят, сейчас в этом мире не выживешь, если ты не начнешь себя пиарить. Тот человек, который не верующий, это для него бизнес. Для человека, который пишет иконы и верит в них, то для него это немножко больше, чем просто картинка. Это может быть просто художник, которого попросили написать икону в храм. Он может быть буддистом, правда? Но у него хорошая икона получилась. Серьезно. Ольга из подвали раскрывает секреты написания икон. Считает, что одного художественного мастерства мало. Более того, иногда наоборот, проще не знать основ живописи. Те художники, которые выходят из художественных школ, академии, могут великолепно писать картины, пейзажи, натюрморты, но иконы могут не пойти. Потому что иконы, они не по стандарту писаны, как говорится. То есть люди были не совсем обучены. Они могли быть длинненькими, они могли быть худенькими, святые. В иконописи тот, что дальше, он больше. Тот, что ближе, тот меньше. Для того, чтобы их дальше тоже видно. Я пришла в школу и написала, мы тоже спрашивали, какие должны быть навыки. И мне сказали, если вы умеете рисовать, забудьте все, что вы умеете. Заново будем учить. Я говорю, ну а вот если человек не умеет рисовать? Он говорит, это не важно. Главное желание, усечивость, терпение. Иконописец чувствует отдельную ответственность за свое творение, считает Ольга. Особенно за правильность написания образов и за грамотную передачу смысла и сюжета иконы в целом. Если ты неправильно напишешь, как некоторые пишут иконописцы и неправильно подписывают, хочется, кстати, журналные ноты. Хоть почитай что-нибудь, ну хоть ради приличия. Тебе надо знать про этого святого, хоть что-то, хоть как-то, чтобы не выглядеть глупо потом, когда ты написал эту икону. Читать надо было много, по технологии и по святым. Художница уверена, что икона – это не просто картина, и переделывать ее на свое усмотрение нельзя. Но что делать, если работа повредилась в процессе создания? Неделю назад испортил сын икону, вылил кофе случайно. Благо, что на образы не попало, на лица, на лики. Буду исправлять, буду реставрировать. Ну, если ты начал писать, допустим, Василия, ты можешь писать только Василия, потому что ты не сможешь написать Юру, ну, и Николая тоже не сможешь написать. Вот так вот. То есть поменять одного святого на другое, ну, никак. Сам процесс иконописи всегда считался немного священным. На одну икону может уходить несколько месяцев непрерывного труда. Но все же Ольга убеждена, что на такой работе даже отпуск не нужен. Я могу часами писать, устает плечи, устает спина, но я отдыхаю. И вот когда я пишу, я не вижу, не слышу никого. У меня только вот эта работа. Меня бывает иногда отвлекает. Мне надо долго сообразить, что от меня хотят, чтобы, как говорится, вернуться на землю. Потому что вот для меня это... Это не труд, нет. Это наслаждение, будем говорить так честно. Я получаю огромное удовольствие, когда я пишу икону. Очень люблю я Юру. Очень люблю Варвару. Ну, во-первых, ее мощь у нас в Киеве. Во-вторых, она покровительница рукодельниц, мастеров. Ну, вообще она красивая. Самая заветная мечта иконописца, чтобы его работы дарили людям чудо. И такое у Ольги уже случилось. У меня подруга долго замуж не могла выйти. Ей тут, ей 35 лет. А я вот села и начала писать ее по крову. По крову, она шла еще со святыми. Снизу Николай, Пантелеймон, Петр и Павел. Приезжает Ирина, я ее поздравляю и дарю ей. Говорю, Ирина, вот тебе икона. Она, Оль, мы же договаривались без подарков. Я говорю, это не те на день рождения, это просто тебе. Не знаю, почему вот эта икона захотелось ей именно это написать, именно тебе отдать ее. И приезжает буквально, она через три месяца, говорит, Оля, я тебя приглашаю на свадьбу. И для меня это не ремесло, это для меня искусство. Такое вот, мне кажется, хорошее искусство. Еще одна миссия каждого иконописца – иметь учеников. Ведь это уникальное традиционное искусство не должно затеряться среди прогрессивных направлений живописи. И благодаря таким мастерам, как Ольга, иконопись становится все популярнее в Украине. Будет и будут школы иконописные еще, наверное, лет пять. И у нас будет их достаточно, и не только в Киеве. Поэтому, ну, вот я знаю, что в Львове уже потихонечку там вот есть чудесные иконописцы, просто великолепные. Они выставляются, пишут, сами пишут, они не делают списы, они сами пишут иконы. У украинцев вообще есть, чтобы у всех учиться. Всем, точнее, у них, не знаю, мне кажется, что одна из самых талантливых наций. Ольга уверена, она не только пишет иконы, она возрождает культуру Украины. Это история, это традиция, это наша память. И без этого нам хотим, мы этого не хотим. Это должно быть у нас.